Производство Компании Техномуви Великолепная Италия От изумрудных виноградников и синевых озер К традициям и символам Земли, что простирается между равнины и горами. Мы познакомимся с атмосферой давно ушедшей эпохи и попытаемся разгадать секрет очарования Пьемонта. От Ланге до озера Маджоре В регионе Пьемонт около 40 прекрасного качества полей для гольфа, и большинство из них расположено в Нижнем Пьемонте. Сегодня это площадки лишь для упражнений в спортивных стратегиях. Однако были в истории регионы времена, когда на этих полях разворачивались серьезные военные баталии за господство. Средневековый город Кераско с его сетью перпендикулярных улиц был заложен для укрепления превосходства династии Альба над кланом Асти. В историческом центре города внимание плавно перетекает от архитектуры барокко «Триумфальная арка» к более ранним образцам, таким как Романская церковь Сан-Пьетро, самая древняя в Кераско. Восьмигранный купол одной из крупнейших в Пьемонте церквей в стиле барокко высится над крышами остальных городских построек. Замок Кераско XIV века – историческое наследие, оставленное дворянским родом Висконти, который в свое время владел этими землями. У подножия речных террас, на которых построен город, раскинулись живописные возделываемые угодья, придающие местности особый шарм. Земли эти заселены из древних времен, что заметно невооруженным глазом по следам античного влияния в облике Поль-Ленцо. Средневековая башня города сохранена. Однако, обрастая новыми церквями и палаццо, город выстроился вокруг нее подобно форме древнего амфитеатра. Окрестности Поль-Ленцо сплошь покрыты виноградниками, названными именем местные горные гряды. В средние века строительство городов на возвышенности было крайне стратегически выгодно. Высота горной террасы, на которой стоит город Ла-Морра, достигает 500 метров. По свидетельствам местных летописей, с 15 века местное население занималось выращиванием винограда сорта Небьело. Этот сорт созревает поздно, когда холмы укутывают осенние туманы, называемые Небья. Из Небьело производят одно из самых знаменитых вин всех времен – Бароло. В стенах средневекового замка, многовекового родового гнезда дворянской династии Фалетти, хранится история местного виноделия, и в частности история происхождения Бароло и роста его популярности. Согласно хроникам, первая партия Бароло была выпущена в середине XIX века благодаря судьбоносному вмешательству маркизы Джульетте Кольбер-Фалетти. Приехав в Италию, она сразу поняла, как можно проложить культурный мостик между ее малой родиной во Франции и провинцией Ланге. И вот она занялась производством вина на базе уже существующего традиционного местного вина из сорта Небьело. Однако маркиза слегка обновила процесс производства, придав ему истинно французский шик. Вино стало более сухим, менее сладким, и, стало быть, оно могло дольше стариться. Бароло – терпкое сухое вино. Недаром его называют королем среди вин. Это полнотелое благородное вино с множеством цветовых оттенков и ароматических нюансов. Оригинальная Бароло неотделима от родины своего произрастания, и все иные версии Бароло из других областей получаются иначе. Неподалеку от Бароло, в Сера-Лунга-Дальба, местный пейзаж облагораживает другой родовой замок Фалетти, высокий и узкий. Среди десятков замков этого края можно бродить неделями, открывая заново историю, творившуюся в их стенах и предместиях. Многие из этих фортов, как, например, Брунетто, расположены посреди бывших феодов благородных семей, прабивших еще во времена Священной Римской империи. Позднее, в XVIII веке, эти земли отошли к Савойской династии. История города Альба, второго по величине города-региона после Кунео, уходит корнями в доантичные времена, хотя сам город Альба-Помпея заложен римлянами. Из средневековых артефактов в облике города колокольня романского стиля и частично сохранившиеся стены кафедрального собора, перестроенного позднее в манере ломбардской готики. Однако при всем богатстве исторического наследия, более всего Альба известен в мире своим тонким деликатесом – вкуснейшими грибами – трюфель. Трюфель растет здесь по трех причинам. Во-первых, это климат. Во-вторых, специфика окружающей флоры. И в-третьих, особенности ландшафта. Наши трюфели высочайшего качества в первую очередь благодаря их непревзойденному аромату. И не в последнюю – благодаря их крепенькому внешнему виду. Они округлые и очень аппетитно пахнущие. И, словом, они великолепны. Великолепие и роскошь. Во время дефицита трюфелей, особенно перед Рождеством, килограмм гайбов может стоить до 10 тысяч евро. Трюфели почитались ценным продуктом питания еще с древних времен. Мы нашли летописи, где упоминалось о поставках трюфелей ко двору риемских императоров, именно из Альбы, провинции Древнего Рима. Люди античного времени называли трюфель пищей богов. Та же аура поклонения окружает и все, что связано с винами и виноградарством. Многовековой уклад виноделия принес известность и городу Барбареско, выросшему вокруг средневековой крепости. Заложенный еще в античное время городок Мальяно-Альфьери восхищает изяществом архитектурного ансамбля еще одной Савойской резиденции, построенной в 17 веке на месте средневекового форта. Имя города Мальяно-Альфьери восходит к времени владычества могущественного клана Асти. В 1749 году здесь родился один из его отпрысков, знаменитый писатель Виторио Альфьери. Великолепия города, хранимые столетиями, отражают роскошные здания, церкви в стиле барокко и более древние постройки. Среди них Красная башня. В Красном кирпиче выполнен также и Кафедральный собор Асти, один из лучших образцов готического зодчества Пьемонта. Город поделен на кварталы, в каждом из которых возведены дозорные башни. Одна из башен, Каментина, самое высокое строение в городе. Каждый год здесь устраивают традиционное конное состязание между кварталами – Палихо. Исторические фрески на стенах соборной церкви Сан-Сегондо повествуют об этом старинном обычае Асти. На самом деле, Палио – это знамена, которыми награждают победителей в честь патрона традиции Святого Сегондо. Нежная зелень холмов – характерный признак ландшафта земель Монферрату. Местный город Монкалву также принимает участие в Палио. Когда-то в Средние века династия маркизов Монферрату обустроили в Асти свою столицу. Их крепость возвышается в сердце исторического центра города, архитектура остальных городских башен вторит замковому стилю. Строительство монастыря Сакро-Монте-Дикреа также относится к Средним векам. Этот грандиозный архитектурный комплекс – одна из наиболее посещаемых религиозных святынь региона. Район Верчелли. Хрустальная прелесть его природы отражается в водной глади рисовых полей. Сам президент Соединенных Штатов Томас Джефферсон приезжал сюда в 18 веке, чтобы разобраться в загадке высочайшего качества местного риса. Возможно, в формежутках между делами и изучением местного опыта у него было время увидеть собственными глазами и столичный блеск Асти. По-царски величавы и другие исторические достопримечательности Асти – кафедральный собор и центральный исторический монумент Базилика Сан-Андреа. Внутренний дворик и сама церковь являют собой совершенный синтез архитектурных стилей XIII века. За фасадом церкви видны башенки и колокольни XV века. Еще до 1000-го года архиепископ кинтерберийский Сидорик упоминал о посещении Верчелли в ходе паломничества в Рим по дороге Франчиджена. Эхо средних веков слышится и в старых стенах укреплений в Кандело. Эти постройки сохранились в Пеймонте лучше многих других. Сооружения служили крестьянам хранилищами для урожая и укрытием от нападения неприятеля. Далее направляемся к северу, в горный район Биелла. Высоко в горах расположен город, имеющий особое значение для культурного туризма. Монастырь Воропе – один из старейших в Европе монастырей, посвященных Деве Марии. Начиная с XIII века сюда стремятся паломники со всего света. Количество религиозных святынь и монастырей увеличивается по мере продвижения по долине реки Сезия. Река берет свое начало в Альпах. Русло ее длиной в 138 километров пролегает через города и охраняемые заповедники. В XIII веке столицей провинции Вальсезия являлся город Варалло. Двумя веками позднее францисканский монах основал здесь обитель. Для паломников, не имевших возможности следовать в святые земли, монастырь выполнял роль просветителя в вопросах географии и истории жизни Иисуса. В течение 20 лет над убранством базилики Асунта у горы Сакру-Монте-Диваралло работал местный художник Гауденцо Феррари. Церковь украшена 140 его изваяниями из терракоты. Весь скульптурный ансамбль включает 45 часовен, каждая из которых посвящена одному из эпизодов жизни Христа в групповых скульптурах размером в человеческий рост. Стиль скульптур вдохновлен традициями реализма, однако переданного в несколько упрощенных пластических приемах. Просветительская миссия искусства в данном случае доминирует над эстетикой. Это сценки из жизни, застывшие в глине. За долиной Сезии в горах укрыто озеро Орта. На полуострове над озерными водами парит базилика Орта-Сан-Джулио. Старинные виллы вдоль берегов и пасторальные пейзажи вокруг словно переносят в иные времена. Это место исторически притягивало к себе немалое количество художников и писателей. Французский гений Оноре де Бальзак восхищался поэтической и напевной красотой окружающего ландшафта озера Орта и простотой и очарованием островов, поднимающихся над водной гладью. В базилике хранятся мощи святого Джулио. Согласно летописям, святой Джулио заложил базилику около 1700 лет назад. Озеро Орта не самое большое в Пьемоте. Чтобы увидеть еще более грандиозный водоем, нам надо подняться по горам еще на тысячу метров вверх. Озеро Маджоре, занимающее площадь более 200 квадратных километров, второе по величине озера в Италии. По его берегам проходят еще две границы с Ломбардией и Швейцарией. Один из крупнейших городов в этом регионе – Арона. Арона – родина Карла Баромео, родившегося в 1538 году. Впоследствии он станет архиепископом, кардиналом и будет канонизирован. Облик святого Карла увековечен в колоссальном бронзовом извоянии высотой 24 метра. Сан-Карлоны, как называют его местные жители, молчаливо взирает на озеро со своего пьедестала. Скульптура была выполнена по заказу Федерико Баромео, двоюродного брата и наследника святого Карло. Фамилия Баромео не раз упоминается в хрониках истории Маджоры. Богатый клан Баромео властвовал в регионе с 15 по 18 век, приумножая благополучие прибрежных городов с их успешной торговлей с Миланом и швейцарским кантоном Тичино. Во владение Баромео входил также и город Стреза. В те времена еще не было и в помине помпезных отелей Арнуво, однако уже в 18 веке городу придали курортный лоск для приемов и отдыха венценосных особ из Австрии и Савоя. Местные красоты живописных островков и залива Баромео сообщали королевским каникулам особую привлекательность и шик. Восхищение достойны не только прибрежные виды Маджоры, но и три небольших баромейских острова. Берега островов Изола Мадра и Изола Белла украшают благородные особняки и сады. Домики острова Изола дея Пискатори напоминают музеи под открытым небом, сохраняющие в первозданном виде дух былых времен. Остров Изола Мадре самый большой из островов озера, он же самый удаленный от набережной Стрезы. Здесь в резиденции семьи Баромео постройки 18 века раскинулся огромный ботанический сад, где произрастают сотни редких видов растений и экзотических цветов. На Изола Белла исторически ютилась всего единственная рыбацкая деревня. В 17 веке Карло III Баромео возвел на острове прекрасный дворец в подарок супруге Изабелле. Стиль дворца выдержан в витиеватой манере барокко, зеленью тенистых парков и аллей, укрывающих элегантные здания и террасы. Лишь Изола Супериоре был полностью оставлен на откуп местному населению. Этот остров чаще называют и Заладеи Пискаторий, рыбачий остров, напоминая о главном занятии его жителей. За церковью Сан-Витторе в небо устремляется высокая колокольня. С нее открывается вид на средневековые палацу и старинные дома. На этих узких улочках можно отведать блюда по древним рецептам рыбаков. Набережная Вербании напоминает оживленную гавань. Город был образован путем объединения двух соседних городов Паланса и Интра. Теперь это административный центр Пьемонтской части озерного побережья. Береговая линия Вербании также изобилует виллами и садами разных времен и стилей. И так же, как и на Бурамейских островах, мы наблюдаем искусное переплетение богатой архитектуры и утонченного ландшафтного дизайна. Необычные, уникальные, скрытые от глаз посторонних виллы возвращают к памяти эпохи, когда озеро было местом отдыха элиты. Некоторые владельцы настолько очаровались магией маджоры, что решились переехать сюда навсегда. Так случилось с виллой Таранто. В 1930 году Нил Макичерн, капитан Королевского стрелкового полка Британской империи, случайно наткнулся на газетное объявление о продаже виллы в Италии. Вилла Таранто – место обитания разнообразнейшей коллекции флоры. Здесь произрастают растения с четырех континентов. В 1931 году капитан Макичерн начал долгую, кропотливую работу по определению и записи разнообразия видов флоры на территории своей виллы. Некоторые из них никогда до сели не росли ни в Италии, ни в Европе в целом. И по сей день подлинное значение больших садов маджоры в способности сохранять и поддерживать жизнедеятельность множества видов растений, невзирая на капризы моды и современный спрос. Это великий спектакль природы, который таит в себе магию притягательности Пеймонта со своей особенной историей и феерией красок. На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ. Редактор субтитров А.Семкин